Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они боятся, потому что в общении с ними они говорят, если мы еще будем давить, потом можем оказаться в ситуации, когда нас будут гнобить. При этом они знают, что никто их не защитит. Ни одна общественная организация, ни один абутусмен. Представители бьюти-сферы добились открытия. Выходя на одиночные пикеты к зданию правительства каждый день, им разрешили работать с 21 мая, заодно разрешив работать и фитнес-центром «Правда» в ограниченном режиме. В Кировской области некому умирать. Такое мнение высказал руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук в интервью бизнес-новостям в Кирове. Она считает, что после кризиса большинство предприятий в нашем регионе сможет восстановиться, кроме стартапов. В Кирове развита оптовая розничная торговля, которая никуда не денется и, скорее всего, разовьется в онлайн-торговлю. По Кирову, думаю, все отрасли останутся, у нас некому умирать, сказал Максимчук. А также эксперт прокомментировал закрытие популярных ресторанов. По ее мнению, это правильная работа с финансами. Владельцы понимают, что даже если откроются после карантина, им долго придется работать в убыток. Спрос на поездки в поездах восстанавливается. Это констатирует в Кировском регионе Горьковской железной дороги. Как сообщает телеграм-канал «Источник онлайн», когда будет восстановлено курсирование поезда «Вятка», пока неизвестно. Но сейчас к поезду «Новой Уренгой-Москва» ежедневно прицепляют несколько вагонов от этого фирменного поезда в день по 2-3. Значит, едут, спрос восстанавливается, говорят, в компании. Добавлю, что с 1 июня в Кирове запускают дополнительные пригородные поезда досадовых обществ, а авиакомпания «Победа» возобновляет полеты по России тоже с 1 числа. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 72 рубля 39 копеек и евро 79.17. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM